Здравствуйте, дорогие слушатели Школы Здравого Смысла! Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях наши старые, в хорошем смысле этого слова, добрые друзья, настоящие рыцари, это и так самое замечательное значение этого слова, исследователи, люди, которые несут нам, не побоюсь, это слово, свет, знания и понимания того, что же было достигнуто мыслью, традицией прошедшего века, в том плане, что касается переустройства этого мира по закону справедливости. Мы сегодня представляем на Варсу две книги. Первая книга под авторством Ворганга Акунова, Акунова, или как правильно? А вообще Акунова. Акунова, да, Акунова. Божьи дворяне. И вторая книга, это автор диссюкана Жан-Мари Рагон «Масонская ортодоксия». Но на самом деле, я вам скажу, что, конечно, автором этой книги является Владимир Гильдебранд, который мы тоже хорошо знаем. Это перевоз французского, я так понимаю, да, которым вы владеете в совершенстве, переводите даже старые французские тексты. Вообще, и Вольганг, и Владимир, они прекрасные переводчики, знатоки языков. Для Вольганга Акунова, как Акунова мы сегодня узнали, немецкий язык является, фактически, вы двуязычный, это ваш язык. Билингва. Ну, вот давайте вот с вас, Вольганг, начнем. Что же побудило вас и о чем эта замечательная книга «Божьи дворяне»? Значит, во-первых, я хотел подчеркнуть, что эти наши книги выходят в серии материалы по древней и новой истории ордена храма, суверенного военного ордена, храма Иерусалима, являющегося прямым преемником ордена бедных соратников Христа и храма Соломонова, основанного в XI веке, а именно орден тамплиеров, как называют храмовников, древнейшего из рыцарских орденов, часто на это звание претендует и другой орден, святого Иоанна или госпитальера страноприимцев, но следует заметить, что хотя по времени братство страноприимцев в Иерусалимске было основано и раньше, точно неизвестно, да, но к моменту крестового похода оно уже существовало первым, но как военный духовно-рыцарский орден он стал осуществлять свои функции позднее, а поначалу он был чисто страноприимным братством, занимавшимся нуждами бедных паломников, являющихся в Святую Землю поклониться христианским святыням, поэтому первым военным рыцарским орденом считается по праву наш орден, а именно орден храма, орден тамплиеров. Почему он называется орден храма? Потому что когда его основатель Гугу де Пейн, его фамилию и имя озвучивают по-разному, да, Гугу де Паганис, Юг де Паен и так далее, со своими восемью рыцарями, как традиционно принято считать, основал в Иерусалиме этот орден в 1118, 1119 или 1120 году, тут данные историков расходятся лет и писем, иерусалимский король Бодуэн или Болдуин Булонский отвел им ту часть своего дворца, в котором он жил в Иерусалиме, где раньше находился храм Соломонов, храм единого бога, иерусалимский храм. Поэтому, хотя первоначально они назывались, и по-прежнему называются, бедные соратники или бедные рыцари Христа, это орден самого Христа, и символ его, красный крест на белом поле, который одновременно являлся и символом крестоносцев вообще, символ первого Христового похода, по легенде, папа римский Урбан II, узнав от послов восточно-римского, то есть византийского, греческого, православного императора Алексея Комнина, что его теснят враги Христовы, призвал западных христиан идти на помощь своим восточным братьям. И знак того, что он сам освящает этот крестовый поход, вооруженное паломничество, он велел разрезать свою папскую багреницу на узкие полоски, по легенде, и раздавал их всем присутствующим, которые нашивали эти полоски крестообразные на одежду. Такова легенда. То есть, каким образом, красный крест на белом поле, символ мученической смерти, которую паломник вооруженный готов принять на себя, ради защиты веры, ради защиты святынь христианских, поруганных неверными. А белое поле означает чистоту, чистоту помыслов, чистоту телесную, чистоту душевную. То есть, если каждый человек, который зайдет, например, в наш православный храм, наш орден объединяет христиан разных конфессий. То есть, он не является католическим. Как и древние ордены вообще, не являлись строго римно-католическими, а они являлись общихристианскими. Нигде не в уставе. Даже в уставе современного папского ордена святого Иоанна Иерусалимского, какой-нибудь мальтийский орден, там тоже не указано, что его членом может быть только католик, христианин. Не указано, что исповедники других вер не могут. И то же самое, когда основан был орден еще до начала первого христового похода, ясно, что там никакого подчинения римской церкви быть не могло в принципе, он подчинялся патриарху Иерусалимскому православному. Да, я прошу прощения, прекрасное введение было брата Вольганка. Я хочу все-таки вернуться к причине сегодняшней нашей презентации, в общем-то, к нашим книгам. Во-первых, что хочется сказать. Наш орден был возрожден императором Наполеоном в начале XIX столетия, который отдал в распоряжение рыцарей дворец Тюлери. И где была, в общем-то, резиденция магистра, великого магистра следующего за сожженным на костре Жаком де Моле, это Фабре Палапра. Жанна Раймона, Фабре Палапра. Бернара Раймона, извините, Фабре Палапра. Вот. И как только орден возродился при Наполеоне и стал, скажем так, уже регулярно функционировать, рыцари стали издавать, издали достаточно богатую, большую литературу, извлеченную из архивов по истории исторического ордена храма. Ну и мы в России решили возобновить эту традицию уже на основе русского приорства, вот, с издательством Алитея, вот мы сделаем так, с издательством Алитея возродить эту традицию, и, значит, уже у нас вышла третья книга, вот «Божие дворяне» Вольга, это третья книга в нашей серии, значит. Серия у нас выходит под редакцией нашего великого приора профессора Александра Шаравина, действительного члена Академии военных наук. Вот. Вот у нас такая серия, значит. Следующий год, который будет, это год юбилейный, как, впрочем, ну, кто-то считает, что 18-й год юбилейный, 900 лет ордена храма, значит, ну, кто-то считает, что 19-й. И даже 20-й. Да, и даже 20-й, потому что, значит, дело-то в том, что да, ну, в 20-м, как известно, орден был, ордену был дарован, дарован устав святым Берланом Клервозским. Тем не менее, значит, вот эта серия, и возродившийся орден издал достаточно в течение 30-ти лет, пока не впал по масонской терминологии в сон, значит, ну, не то, что прекратил свою деятельность, ну, уже в 50-е годы 19-го века деятельность стала сходить на нет, в связи с тем, что и наполеоновская династия во Франции короли, которые поддерживали существование ордена, они потом, ну, потом там была история знаменитая с Левитиконом, когда, значит, эта публикация, которую нашел Фабре Палапра, значит, рукописи древнегреческой, среднегреческой, византийской, вот, из-за этой рукописи Левитикона его обвинили в ересе, то есть там шла, там шла речь в этой рукописи об отдельной католической, скажем, христианской ветви, как раз вот тамплиерской церкви, поэтому его, собственно, обвинили в ересе, начались расколы, ну и так дальше. Но мы, тем не менее, хотим издать основные документы нашего ордена, хотим издать. И вот одним из классиков, одним из классиков и тем человеком, который был соратником Рамона Бернара Фабре Палапра, являлся как раз Жан-Мари Рагон, известный французский масон, и в то же время протагонист, то есть основоположник, то есть возродитель, скажем так, вот этого тамплиерского ордена наполеоновского в начале 19-го столетия. Он имел орденский псевдоним граф Венецианский, или кон де Венис по-французски, и подписывался. Он был великим офицером вот того ордена, возрожденного при Наполеоне. Сам он сын имперского чиновника при Наполеоне, разносторонний человек, и написавший книгу масонской ортодоксии, поскольку он неоднократно избирался досточтимым членом, досточтимым мастером ложи Тринософы. Эта ложа связана с именем знаменитого мистического, эзотерического деятеля 18-го столетия графом Сен-Жерменом. Всем, наверное, известна эта фигура. Хотя его по-сиху и даме пушат. Да, да, совершенно верно. И здесь как бы переплетается, вот действительно переплетается масонство французского ритуала, нового французского ритуала, которому принадлежала ложа Тринософов, и, собственно, орден тамплиеров. Хотя опять, орден тамплиеров возрожденный, он не являлся никакой масонской организацией. И на это не претендует, не претендовал и не претендует. Вот замысел был такой, и мы начали воплощать этот замысел, естественно, и благодаря нашему другу, главному редактору издательства «Алитея», который не смог, к сожалению, сегодня приехать, Игорю Александровичу Савкину, мы начали воплощать свою идею, и, как видите, успешно. Божьи дворяне, кто имеется в виду? Под божьими дворянами имеются в виду воины, или рыцари, вообще само слово латинское. Милес означает воин, а эквес означает всадник, то есть со временем это стало означать сословные какие-то функции, а поначалу это был всякий воин по латыни. Так вот, божий воин – это, в принципе, любой христианин. Только одни христиане, монахи, священнослужители, которым традиционно было запрещено проливать кровь, к ним относилось евангельское изречение, взявший меч мечом и погибнет. Они боролись за души людей и за веру, духовным оружием, постом, молитвой, словом Божьим, которое есть, меч духовный, да? В апокалипсисе сказано, да, что вот у спасителя грядущего судить во втором пришествии грешный мир из уст исходит меч духовный, слово Божье. А другие воины, ротоборцы, должны были с врагами христианства, врагами паства Христовой, бороться мечом железным, оружием железным, да? То есть эти два меча в сочетании должны были служить ограждением христиан. И в свое время, когда в конце 11 века святыни христианские в Святой Земле, в Сирии, в Палестине, оказались захваченными врагами христианства, которые начали притеснять тамощих христиан и нападать на паломников, шествовавших к святым местам, то шедшие на помощь восточным христианам христиане западные, совершая свое паломничество, вот мы говорим крестовый поход, это более позднее выражение, сами они называли свое путешествие переглинацию, то есть паломничество. Они вынуждены были идти с оружием в руках, потому что если бы они были без оружия, то на них бы нападали и убивали их. Это началось не сразу. Несколько столетий более-менее мирно проходили отношения между уже устоявшимися формами, так сказать, исламского халифата, но потом, когда в 11 веке Святая Земля оказалась во власти новообращенных тюрок-сельджуков, которые с пылом неофитов начали, в отличие от уже, так сказать, привыкших к сосуществованию с христианами, арабских мусульман, притеснять неверных с их точки зрения, так бывает, да, с пылом неофитов, то потребовалась вооруженная защита. И вот, когда войско паломников во главе с предводителем первого паломничества, первого крестового похода Готфридом Бульонским освободило от неверных Святую Землю, учредило там Иерусалимское королевство, ряд христианских княжеств, то большинство этих паломников, поклонившись Святой Земле, поклонившись Святыням, ушло домой, потому что цель паломничества это и есть поклониться Святыням. Вот как мусульмане поклоняются в Мекке Святыням и так далее, да и в том же самом Алькутсе, как они называют его сами. И оставшиеся государства, основанные там крестоносцами, оказались без защиты. Войско ушло, финансовая система тогда была слабо развита, невозможно было нанимать воинские контингенты большие за деньги. Кем было обороняться? От наседавших со всех сторон сарацин. И вот тогда пришла руководителем крестоносных государств гениальная мысль. И в первую очередь, даже не им, а Дарнару Перлосскому, аббату ордена цистерцианцев, монашеского ордена, ордена Сито, как его называют, братья Белого Облачения. Впервые объединить монашеское, священническое служение с воинским. Так родились военно-монашеские или духовно-рыцарские ордены. И вот это новое рыцарство, новая милиция, была воспета в его известном трактате о похвале новому рыцарству. Вот они и есть божьи дворяне. У нас очень принято часто, так сказать, третировать исторически западные военно-монашеские ордены, используя выражение псы-рыцарей. На самом деле, псы-рыцарей, это отнюдь не выражение благоверного князя святого Александра Невского. Это выражение Карла Маркса, псы-рыцарей, в одной из его работ. А в русских летописях, в том числе, и повествующих, на первой новгородской летописи, повествующей о борьбе, сложилась так ситуация Александра Невского с рыцарями одного из таких военно-монашеских орденов, которые, в принципе, все были созданы по образцу нашего ордена, ордена-тамплиеров. То есть, Техтонский орден, он свою страноприимную часть устава получил от ионитов госпитальеров, позднейшую мальтийскую орденов, а воинскую часть от тамплиеров. Так вот, даже этот новгородский летописец именует их божьи дворяне или божьи слуги, а не псы-рыцы. То есть, отношение было уважительное, традиционное. А то, что иногда происходили столкновения, это связано с чисто политическими моментами нашей истории. Вот кто такие божьи дворяне. Но, кроме нашего ордена, ордена-храма, ордена-тамплиеров, ордена-ионитов, Техтонского ордена, преснодевы-марии, было еще много других орденов, особенно в Испании, где был передовой фланг борьбы за христианство. 700 лет длилось освобождение, возвращение, реконкиста испанских земель. Кстати, надо сказать, что часто прияты третировать крестоносцев, говоря, что вот был крестовый поход, это были завоевательные экспедиции. Между тем, это было отвоевание древних христианских земель, отторгнутых в христианский мир. Никому же не приходит в голову пока еще испанских войнопонахов обвинять в том, что они завоевывали, отвоевывая свою Испанию. Поэтому эта книга направлена на восстановление справедливости исторической в отношении столь важного фактора христианского мира, определяющего важные моменты его жизни на протяжении столетий и продолжающие определять их в последний день. Ура! Вот я смотрю на Владимира, он все время рвется в бурь, что он хочет сказать. Как и подобает Божьему воину. А мы ему вроде такое нужно даем. Да нет, я, значит, хочу следующее сказать, что, значит, вот у нас эта серия идет, и я надеюсь, в будущем году мы выпустим еще, несомненно, несколько книг, касающихся ордена храма. Именно, да, именно касающихся документов. Кроме всего прочего, я хочу сделать небольшой анонс, что в начале будущего года, опять же, в издательстве Алитея, значит, и совместно с нашим культурным обществом святого благоверного князя Андрея Боголюбского выйдет первый том Дюбуа-де-Монпере «Путешествие вокруг Кавказа». Сейчас объясню, как он связан с тамплиерами. Редчайшая книга, что ты хочешь. Да, но дело в том, что сам автор редчайший, хотя очень известный географ, очень известный натуралист и историк. Сам горец, ну, швейцарский горец, вот. И, значит, когда я работал над первым томом, там уникальные, совершенно уникальные свидетельства. Во-первых, Дюбадо-де-Монперея это все-таки первая половина, значит, даже первая, да, первая половина девятнадцатого столетия, и он собирал, значит, легенды кавказских народов, значит, и затронул, значит, так называемый Фрэнк Кардаш, ну, известно, да, это считается черкесы, черкесы, либо франко-черкесы, либо черкеса-франки, как угодно, либо черкесы католической веры, либо смешанное население, черкесское-геноиское, как правило, вот. Кроме всего прочего, значит, он там говорит о такой народности, известный сейчас, это является сейчас частью даргинского народа, кубачинцы. Оказывается, кубачинцы, они происходят вот именно от франков, которые пришли на Кавказ после разгрома крестоносных государств в Палестине на Святой Земле. А франками Саррацины называли всех западноевропейцев. И когда, когда был, крестьян, да, когда руководил Кавказом барон фон Розен, это как раз первая треть 19-го столетия, российский, да, это как раз в Тифлисе, да, то, значит, генерал-губернатор, потому что он военный начальник. Из древнего, кстати, рода, меченосцев, это в Томскому народу. Да, то, значит, вожди кубачинского народа, там они отмечаются, как имя кубачинского, они к нему отправили делегацию, и в которой, и в этой делегации привезла как раз барону Розену книги на латинском языке их предков. и попросили тогда, значит, миссионеров католических. Ну, барон Розен обещал разрешить этот вопрос, но поскольку у России с католиками были, в общем-то, отношения достаточно сложные, то это не увенчалось успехом. Но этот факт имеет место быть, потому что они привезли это рукописи наших предков, это рукописи были либо на старо-французском, либо на латинском языке. И рукописи в том числе богослужебные. Но тем не менее, кубачинцы знамениты как раз своими клинками, и не случайно они происходят от крестоносцев. Это удивительные факты, это те факты, которые очень сложно найти в современной истории. И поэтому мы вот сейчас говорим, что вот путешествие вокруг Кавказа, то есть вообще-то это, в общем-то, шесть томов, значит, шесть больших томов, и плюс седьмой том, его атлас, ну, там есть и карты, но очень большая часть это седьмого тома, это его гравюры, памятников Кавказа, значит, ну, древнехристианских памятников, всего, особенно за Кавказе, то есть, это имеется в виду Южный Дагестан, это Шерван, это Грузия, Армения, там и Северного Кавказа, Большая Кабарда, Осетия, Аланетия, значит, тогда называлась она, значит, тех памятников, которых, которых сейчас уже нет следов, даже их нет, но который застал еще Дюбуа де Монпере, тоже, кстати говоря, по матери, принадлежавших древнему французскому рыцарскому роду Довернье. Поэтому, вот, значит, первый том этой книги выйдет благодаря поддержке, кстати говоря, значит, благодаря поддержке Черкесского сообщества, вот, и, естественно, при поддержке издательства Алитея и нашего культурного общества имени благоверного князя Андрея Боголюбского. Соответственно, это наше тамплиерское общество. Тем более, что Андрей Боголюбский князь, это, по мнению целого ряда историков, никто иной, как один из первых глав великих магистров, созданного в Святой Земле, учрежденного ордена храмов, ордена тамплиеров, известных западной традиции как Андре де Монбар. Вот, поэтому, значит, я надеюсь, эта книжка выйдет уже в другой серии, значит, ну, уже в серии нашего культурного общества имени святого благоверного князя Андрея Боголюбского и тоже тамплиера. Не просто тамплиера, а великого магистра, как считаю. Кстати, сегодня день святого Андрея, с чем я хотел бы и вас, и всех наших слушателей, и зрителей отправить. Друзья мои, ну вот, у нас с вами была такая замечательная передача, мы были по приглашению вашего ордена, значит, на капитуле присутствовали, все это было так красиво, торжественно, социально, потом мы разместили часть материала с тем, чтобы ознакомить вот нашу аудиторию с тем, что там происходило. Я вам скажу, что реакция была вообще-то неоднозначная, и я вам сейчас постараюсь донести те некоторые вопросы, которые звучали в переписке и в откликах. значит, этот вопрос я адресую, это вопрос наших слушателей. Первый вопрос, ну вот, такие большие интеллектуалы, такие замечательные исследователи, такие потрясающие, значит, знатоки, вот документы, все прочее. что же они вот, все тамплиеры да тамплиеры, а вот про нашу-то историю, что-нибудь такое вот написать, это раз. Во-вторых, ну какой смысл заниматься, значит, тамплиерами, когда в нашей стране столько вопросов нерешенных. Мы-то живем вроде бы, как вот на вулкане, неизвестно, что там будет завтра-послезавтра, некоторые пророчат там какие-то, значит, революционные события, там, все прочее. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вот ваша вот эта огромная простительская работа, которую вы делаете, ваши вот эти вот замечательные труды, как вы оцените их с точки зрения их, ну скажем так, полезности, вот использование вот этого опыта, да, старых духовных рыцарских орденов для, ну вот, переформатирования, что ли, нашего общества вот с такого вот несколько упадническо-унылого такого отношения, ну, более такому вот победоносно торжествующему. Ну, если мне позволено будет сказать, сложный вопрос, я понимаю, Владимир, это я очень мягко сказал, потому что там, на самом деле, было очень много комментариев таких достаточно резких. в общем-то, да, если, ну, скажи потом. Я хочу сказать, вот обратите внимание, в нижней части обложки вот этой книги изображен рыцарь-тамплиер, фактически в позе святого Георгия, который гонит врага христовой веры оружием своим железным, с молитвой с оружием духовным на устах. О чем это говорит? Это говорит о необходимости воспитывать в себе и в других рыцарские качества, возрождать. Что такое рыцарство, да, рыцарственное отношение, защита слабых, защита угнетенных, помощь нуждающихся, отношение к женщине, достойное, к даме, да, верность данному слову. Не случайно до сих пор, даже в нашем обиходе, после десятилетий забвения всех исторических, крестьянских добродетелей, слово рыцарственное, рыцарь, настоящий рыцарь, говорят, да, человек, который ведет себя безупречно, остается положительным чем-то, да, как бы там Кармакс и его последователи не бесновались со своими псами-рыцарями на устах, во всевозможных разных формах. Монахи, священники, от духовного оружия молятся об ограждении нас, мира, общества и себя от невидимых бесов. А интересно, что один из отцов церкви, блаженный Августин, у католиков, святой Августин, которому явился римский воин, Бонифаций или Вонифати, и сказал, как же так, я по роду своей деятельности должен воевать, убивать с оружием в руках, а я стал христианином, ведь запрещено, сказано, что взявший меч, отмечая, погибнет, и блаженный Августин напомнил ему о пастухе, о пастыре, который защищает свое стадо от хищных волков, и сказал, что так как мы, монахи, боремся духовным оружием, постом, молитвой, с врагами, с бесами, невидимыми, так и ты должен поражать варваров, как он выразился, и в их лице ограждать общество от бесов видимых. Конечно, можно сказать, о как он демонизировал врагов, но неважно, смысл в том, чтобы защищать свое от вторжения враждебного, но это не значит, что обязательно хаять и хурить чужое и непонятное. Этого никто из христианских святых не заповедовал. А когда приходится приносить воину свою жизнь в жертву за своих собратьев духовных и телесных, сказано в Писании, нет больше той любви, чем если кто положит душу свою за други своя. Это, кстати, написано в частности на памятнике российским гренадерам, памятнике героям Плевны, Москве. Да, но я скажу, может быть, немножко более приземленно в социологическом аспекте, потому что вопрос, заданный Александром Гарунычем, он действительно актуальный вопрос. Но дело ведь в том, что за десятилетия советской власти буквально наша почва, я имею в виду общественная, она была вытоптана. Мы знаем, были какие организации, комсомол, коммунистическая партия, ну еще творческие союзы и все. Страна была тоталитарной, я абсолютно не вкладываю негативный смысл в это. Ну, дело-то в том, что, почему Запад победил нас? Запад победил по одной простой причине, потому что у него общество было сложнее. Потому что, как говорит Андрей Ильич Фурсов, уважаемый мной историк, хотя я не совсем далеко соглашаюсь с его концепцией, но тем не менее, у Запада был внешний контур власти и был внутренний контур власти, который как раз сосредоточивается в различных неформальных объединениях, группах, площадках влияния и так дальше и тому подобное, в том числе ассоциаций, в том числе масонских, парамасонских и так дальше. Именно поэтому в общем-то Запад и одержал победу, потому что, к сожалению, советское общество оно очень простым оказалось. Оно оказалось очень простым. Неготым. И по большому счету в ручном управлении, значит, и в ручном управлении его довели, вот, есть такое сейчас понятие ручное управление, да, его довели вот до того, до чего и довели. Потому что не было вот этого именно, как сказать, не было... Цветущей сложности, как сказать, не будет. И, кстати, Леонтьев это говорил, Константин. Не было именно, значит, ну, скажем, социум был очень просто устроен. Когда социум сложно устроен, потому что ведь мы смотрим по истории церкви, да, ну, десять веков церковь была достаточно простой организацией, да, были христианские общины, эти общины, несколько общин выбирали епископа, и, в общем-то, вся церковь, она поминала только своего епископа, вот в этих общинах, а уже епископы там, в конце концов сложились две такие организации, это Восточная церковь, где власть принадлежала патриарху, не с кем, и как раз Пентархия была, и Западная церковь. И Западная церковь, она шла как раз вот по линии усложнения структуры, вот, мы видим, то есть, это развитие, можно называть развитием, вот, но это развитие достаточно, хотя развитие экстансивное, но это развитие было интенсивным, то есть, и вот эти структуры, ведь почему мы смотрим, почему западные, вот там, при всем притом, западные страны, они достаточно стабильны, именно потому, что в нем существуют разные ассоциации, в том числе ассоциации, которые уходят корнями в столетие нашей истории, там, те же орденские ассоциации, вот поэтому оно устойчиво, и по большому счету, ведь, значит, наша достаточно простая форма организации в Российской империи, это, я имею в виду, это сыграло значит, боком нам вышло именно тогда, в семнадцатом году, ведь то же самое, в общем-то, сословие над всем этим царь и церковь, в результате, значит, как только все закачалось, все это рассыпалось, большевики, в общем-то, они повторили в определенной степени такую же, потому что, в общем-то, мы можем сказать, что красная идеология, это была, в общем-то, ирзац, квази-религия, не ирзац, даже квази, это была действительно религия там, вот мы посмотрим, дворцы марксизма, ленинизма, это как культовый, дворец бракосочетания, да, это как культовый, кристины, октябрины, комсомольские свадьбы, то есть, красная пасха, да, то есть, здесь вот, именно на этом, и поэтому, как мне представляется, наше общество должно усложняться, чтобы быть более стабильным, усложняться, как в экономическом плане, не только на трубе сидеть, завтра скинут с трубы, или запретят делать северный поток, а именно в социальном плане у нас должна быть более, значит, более развитая, вот именно цветущая сложность, как правильно сказал Вольганг, выражение великого русского философа Константина Леонтьева. Буниным повторенно. Да, Буниным, и, кстати говоря, и другими повторенные, и сейчас его любят повторять, такой, значит, преподаватель МГИМО Валерий Соловей, кстати, тоже, очень, человек очень умный, поэтому, естественно, мы должны быть более, и с Запада надо брать все лучшее, мы же не говорим, что с Запада надо брать вот ЛГБТ, наоборот, у нас... Потому что больший язык тоже пришел с Запада. Запада это абсолютно... Коммунизм, да? Абсолютно Запада. И случайно Бисмарк в свое время, да, германский концерт говорит, что социализм, это совсем неплохая вещь, если только выбрать для него страну, которую не жалко. Ну, по большому счету, да, нет, по большому счету, у нас все, как говорится, западное, мы другая Европа, потому что... Что такое марксизм? Грибьянство? Христианство, нет, христианство это тоже, в общем-то, ну, скажем так, европейское, хотя корни, конечно, на Ближнем Востоке, никто это не отрицает, да, ну, и посмотрите, да, и, в общем-то, то, что сейчас называется иудео-христианская цивилизация, только мы другой поле с этой цивилизацией, и здесь вот надо это особо подчеркивать, вот, вот то же самое, как, допустим, у нас, я опять возвращаюсь к истории Кавказа, у нас же, значит, вот сейчас только начали поднимать документы об истории генуэйских колоний, там допустим, но быдом Кафа, да, ну, Кафа потом была превращена, Сукдея, да, Кафа потом была превращена уже, уже татарами, просто в рабовладельческий центр, и Екатерина просто-напросто это выжгла, то есть, она сказала выжить рыбовладение, то есть, оттуда, допустим, все эти кавказские народы, я имею ввиду, осетин, черкесов, и вплоть до Дагестана, они поставляли лучших своих представителей слабого пола в гаремы, вплоть до того, что считается по одной из версий, что мать Леонардо да Винчи, знаменитого итальянского, она была черкесов, она была черкесов, которая продана в рабство, да, это сейчас доказано, уже, значит, американским исследователем Кертисом, что она была из рода инолидов, вот тех инолидов, которые, черкесов, живших в Крыму, которые в конце, в начале 15 века, они вышли в Кабарду, потому что Кабарда, это место в Крыму, которое они перенесли на Кавказ, и собственно, да, собственно, в районе Кисловодска, значит, еще это по данным генерала Энгельгарда, то, что легенды, которые Энгельгард записал и привел уже дебуаду в инперии, там были францкие села, францкие, они так и названы, то есть, это были либо генуэзцы, но скорее всего франки, пришедшие из... Фряги называли, франки, фряги, да, ну франки, да, там отмечено, именно франки, и значит, считается, да, почему, например, тех же кабардинцев называли французами Кавказа, нет, просто так, ну вот просто так, да не может быть такого, значит, действительно, кабардинцы, они, значит, по крови, они являлись как раз родственниками французов, франков и генуэзцев, теперь это становится все на свои места, допустим, то есть, уже можно брать французы Кавказа без кавычек, так же как и про Сванов, кстати, и кстати, да, и вот кубочинцы, поскольку кубочинцы, ну они себя считают отдельным народом, хотя их, сейчас они, даргинцы. Они отдельные, язык у них совершенно другой, то есть, да, они входят в эту большую группу, которую называют даргинскими народами, но у них свой язык, своя там уникальная, скажем так, культура, их типаж даже свой, такой своеобразный. Ну и будет нашим друзьям из Кубачи, дорогие друзья, кубочинцы наши, мы вас помним, любим, мы вот Дмитрий Иванович в Кубачах были, мы по приглашению главы, значит, этого селения, Расула, Расула, всем большой привет, вот видишь, как мы... Большой привет, да, больше привет. ...чтобы слава Кубачи, она всячески приумножалась, поэтому я думаю, с большим интересом посмотреть материал. Мне нравится, что мы перешли на какой-то такой философский уровень осмысления того, что вы делаете. Могу ли я еще задать один вопрос? Сколько угодно. Ну, есть там определенные, скажем так, мысли, в том числе и у людей, преподавателей, там, школы здравосмысла, они все-таки тоже следовательской работой занимаются, и бесполезной. И давно мы пришли к выводу о том, что вот, ну, без элита, которая была бы нацелена на то, чтобы именно нести свой проект, то есть работать в интересах своего народа, своего государства. Если эта элита как-то, скажем так, развернута не в том направлении, то этому государству, в общем-то, ничего хорошего не светит. Можно ли сказать, что вот, скажем так, наличие таких духовных, орденских, ну, вот этих сетевых, как я их называю, да, не через интернет, скажем так, а спаянных единый какой-то, скажем так, ну, идеей, единым уставом, если хотите, организациям, но способствует формированию именно вот элиты, преданной своему проекту. Мне всякого сомнения. Именно несущее рысовское служение в том числе и обществу в целом, а не только своему сообществу. А я сейчас просто хочу отослать, у нас вот с Ольганом была, вместе мы выступали, у вас, еще в феврале месяца этого года, посвященная графу Куденховой каллергии. Кстати говоря, они вот в интернете опубликовали статью, называется «Аристократия». Это его брошюрка. Поэтому я всем советую почитать. Он пишет о том, что такое элита и то, что западная элита его времени, это 30-е, 40-е, 50-е, до 60-е годы прошлого столетия, она не может быть элитой, потому что это плутократия. То есть, это, как говорится, ну, как мы понимаем, современную, нынешнюю российскую элиту, она такая, то есть, она, допустим, счета в офшорах, значит, дети в Гарварде, значит, собственность где-то там на Лазурном берегу очень дорогая. Ну, какая она может элита? Она не спаянная своей, с этой страной ничем. Ведь, по большому счету, ведь прежнюю Россию тоже погубила, отчасти такая элита, потому что нарождающийся капитализм, вот этот класс олигарх, обеднение дворянства, потом вследствие всех реформ, значит, уничтожение общины, ну, здесь можно долго говорить, сельские, столыпинские реформы, ну, и как результат крах Российской империи. В общем-то, тогда тоже, я понимаю, что сам царь был очень благородный, человек, любящий Россию, его семья, они были очень скромные люди, но окружение, ну, извините, что там творилось, вот, и даже, вот, то, что касается Распутина, там же все неоднозначно, вот, то, что все газеты, в основном, как выясняется, они на Распутина возводили просто-напросто, напрасленно, если выражаться таким, хорошим русским словом, вот, поэтому, естественно... И в этом смысле очень печально, что до сих пор в Москве, в одном из самых, так сказать, знаменитых театров, театра на Таганке, идет, извините меня, нечистая сила по Пикулю, где и Распутин, и царская семья обливаются грязью, уже некуда, и любопытно, что по поводу Матильды было столько страстей, а по поводу этого ни слова, как говорится, ни одна слия не хрюкнула, я прошу прощения, извините за это. Матпикуль же патриот, считай, извините, да, он был в этом вопросе просто невежественным. Совершенно верно, ну, заодно сюжет, сюжет и прочее, там, когда, извините, не хочу повторять безобразие, что там написано. Да, я просто к тому говорю, что ведь любые социальные потрясения, они связаны именно с, они связаны именно вот с кризисом, элитным кризисом, прежде всего. Учитывая то, что у нас, как говорится, были большевики, они по сути, номенклатура, она сдала страну, назовем, будем называть своими, да, своими именами. И они, значит, заваляли тем, кстати говоря, что Троцкий, Троцкий, к нему можно как угодно относиться, талантливейший публицист, да, и он сказал, что пройдет время, и внуки тех, кто пришел к власти, они захотят это все превратить. Ну, в общем-то, что и случилось, ну, действительно, это пророческие слова были Троцкого, вот. И, по большому счету, ведь в чем было, как говорится, опять же, вот, ручное управление товарища Василия Сергеевича Сталина, ну, он вытоптал, по большому счету, значит, вот все поле общественное, и по большому счету, у нас все сейчас поле общественное вытоптано. А регионы, вон как голосуют, мы же знаем, как регионы... Но говорят, говорят, это я просто слышал, часто используют это, что вот Сталин, якобы, ему удалось создать некий орден, там, значит, Меченосов, он говорил, что желательно было бы превратить партию в орден Меченосов, но никогда не говорил, что ему удалось это сделать. А потом это было сказано уже либеральными публицистами, что вот коммунистическая партия это орден Меченосов. Кстати, любопытно, может быть, вы сказали про Троцкого? Троцкий тоже сказал, что партия должна быть орденом самураев, сказал Троцкий. Да, да, да. Гитлер говорил, что партия должна быть политическим орденом. Ну, в общем-то, он пытался, в Германии пытались на основе СС создать. Это отдельная тема, Гитлер Голопартии в целом. Да, да. СС тоже, так сказать, был проект Генриха Гиммлера отдельный. Да, да. Но мы сейчас не про Германию говорим, мы говорим про нашу страну. И поэтому, естественно, у нас развитие таких ассоциаций орденских, ведь я еще раз хочу подчеркнуть, значит, вот я буквально, значит, с Великим Приором общался буквально час назад, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы национальная структура, мы автономная на территории Российской Федерации полностью. Мы автономная, мы национальность, мы не какие-то там, значит, приводные ремни мировой закулисы, как говорят, абсолютно. Владимир, вы прям сорвали вопрос моего языка. Продолжайте. Вот, поэтому мы здесь действуем в интересах России, на благо России и за Россией. Кстати, хочу вам сказать, вот видите наш крест, обратите внимание, красный, лапши-тамплиерский крест, посмотрите на знак ордена за заслуги перед Отечеством Российского. Ну да. Это наш двуглавый орел золотой на красном тамплиерском кресте. Посмотрите знак президента Российской Федерации. То же самое на красном тамплиерском кресте. Посмотрите икону, например, святой Серафим Саровский и святой Сергий Радонский. Вы увидите там на Эпитрахиле, на Белой те же самые красные лапши-тамплиерские кресты. Они сплошь и рядом встречаются на покрове в любом налове в церкви и так далее. Ничего чуждого в этом России нет. И вообще те, кто пытаются драпируясь в псевдо-патриотические одежды вбивать клин в сердце христианской цивилизации, которая сложилась из двух половинок. Из восточной и западной. Вбивать клин это самые главные вредители, которые хотят оторвать нас от общей матери христианской церкви от общей Европы и отдать нас, кому извините меня, вот сейчас одно время было модно евразийство и так далее. Причем ссылались на евразийцев, патриотов 20-х годов белой эмиграции. Любопытно, что эти же самые современные евразийцы одновременно себя считали сталинистами, хотя в свое время, когда подвергнут разгромы, когда я писал книгу про гуннов, там в частности был такой академик Берштам, российский, известный, он написал книгу гунны, и его разгромили именно при Сталине, и было официальное обвинение в том, что он пытался протащить под видом научной реакционную белогвардейскую теорию евразийства. Вот неплохо было бы теперешним евразийцам, которые одновременно сталинисты. Представьте, что сделал Батальевич Сталин, если бы он встал из могил, и что бы он с ними сделал за это евразийцам. Не надо это делать, но те евразийцы говорили, когда еще была могучая, еще не истремленная, не вырезанная, не пьянство, так сказать, не спойная, не обезлюдившая российская территория, когда еще в Сибири было население, и не так сильно грозили соседи другие поступающие. И тогда они говорили о евразийстве, надеясь на то, что Россия, как в свое время белый царь, объединит вокруг себя все народы евразий. А теперь, извините меня, это отдаваться в басть дракону. Дракону. Понимаете? То есть это, если не провокация, это глупость, как знаменитая фраза была, это глупость или измен. Хорошо, что вы зато на медраке. А как же? А есть ли вот подобного рода ордена, которые, может быть, вы знаете просто эту историю, которые существуют в Китае, в Японии. По типу я понимаю, что они не могут быть точно скалькированы. То есть у них своя структура, и все прочее. Но это тоже такие же мощные международные какие-то структуры. Я просто не приходил где-то читать про общество зеленого, дракона. там есть какое-то общество черного дракона. Дело в том, что это много. То есть что это? Это вымысел все? Нет. Нет, это сложно нам сказать, потому что ведь вот я что хочу вот здесь. Да, действительно существуют там предположим те же в Китае буддийские ордена монашеские. Белый лотос там. Да, их много. Но в той же Японии. Но надо понимать, что мы сейчас мы всегда пытаемся переложить все на свой лад. Но это неправильно. Мы все равно в европейской матрице находимся. Мы о буддизме судим, скажем, как о христианстве. Вот есть, допустим, три мировых религии. То есть это христианство, ислам и буддизм. Но буддизм это по большому счету вообще же не религия. Это мировоззрение, это знание. Вот религия в том смысле, в котором мы понимаем, к восточной мировоззрению очень сложно. С другой стороны, действительно, по исследованиям наших, в том числе антимасонских исследователей, таких как, ну, он достаточно одиозный Шварц-Бастунич, пропагандист. В 20-х годах второй уровень. Да, ну, я не думаю, он был, да, он был пропагандистом скорее сначала у Врангеля какое-то время. Он был Черносовкин. Да, 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 понятно, да, то есть он пишет там тоже. Это просто пропаганда. Это политический памфлет. Это политический памфлет, и ничего, но дело в том, что у него интересные вещи по поводу вот восточных этих тайных, да, там действительно триады, они всегда существовали, они, значит, это тысячелетняя организация, да, но это же форма опять же организации китайского общества, в том числе и в России. Ну, так же, как мафия итальянская. Вот так же, как мафия итальянская. Но нельзя сводить это, допустим, что такое тайное общество, тоже масонство, оно предполагает ритуал. Это ритуально, это не просто собрались, вот как читаешь наших антимасонских писателей, такого, как Платонова. Я с уважением отношусь к его институту русской цивилизации, но читаешь, но это просто ни в какие ворота не лезет. Это профанация. Это профанация. Более того, пишет список 500 масонов, эти люди никакого отношения к масонству как к организации, именно как к братству вольных каменщиков, скрепленному уставом, опять же, скрепленному ритуалом, вообще никакого отношения. Кстати, должен вам сказать, извините, извини, вот про Керенского очень любят, что вот там вверху. И они все, когда они попали в эмиграции на запад, им всем приходилось начинать чуть ли не сученика. Это совершенно непризнанные были. великий восток народов России Керенский отменил ритуалы, там, значит, во-первых, это политическая организация была, масонство, английское, оно вообще отрицает, значит, участие в политических, в прямом, в прямом. Мы не говорим, нельзя, в ложах нельзя разговаривать ни о религии, ни о политике. То есть, у каждого своя религия, у каждого своя политика. Я что хочу сказать, отвечая тем же Платоновым, вот выходит у нас, значит, тонны, наверное, этой макулатуры, которые наводят тень на плетень. Я просто призываю, вот этот человек, вот, Рагон, Жан-Мари, выдающийся французский символист, выдающийся исследователь, сам масон, он пишет реальные вещи о происхождении франк-масонства от английского ученого-алхимика Элиаса Эшмала, основоположника британского общества и английского... Королевского общества. Да, Королевского общества. Royal Society. Да, и британского музея. Он пишет о том, что изначально масонство было Рима католической организацией, поскольку Эшман был якобит, то есть, он был за в 17 веке, за, да, установление католической династии стеартов. Он был связан с выдающимся ученым, кстати говоря, основоположником синологии, Эшман. Это китаистик. Да, синологии и египтологии, иезуитом Афанасием Кирхером, выдающимся ученым. В 17 веке. Да, который, кстати говоря, воспроизвел каббалистическое древо Сиферок. Значит, они были католиками. И, естественно, значит, масонство Эшмала, оно, якобитское, оно развивалось в Рима католической парадигме. Уже масонство 18-го столетия, второй половине, уже стало либеральным, я имею ввиду, здесь французский Восток, значит, оно, естественно, уже отошло от этой парадигмы. Но изначально это было чисто христианской организацией. И вот те, значит, вот знаменитые ландмарки масонские, английские, вот эти знаменитые ландмарки, что масоном может быть только человек свободный, добрых нравов, то есть, добрых нравов, свободный, и верующий во единого Бога. Тогда это, значит, тогда это имелось в виду только христианство, скажем, ну, в эквенеменском плане, но только христианство. Вот. А до той поры, значит, до... Иудеев, кстати, очень долгое время не принимали. До конца, до конца, до начала, да, до начала двадцатого столетия, девятнадцатого столетия, уже после Великой Французской революции, иудеев не принимали, там не было... Почему? Вот создан орден специально иудейского масонства в Найбрид, потому что не брали в обычном... Найбрид, это уже был в Америке создан в 50-е годы, да, кстати, говорю, вот и я что еще хочу сказать, и Жан-Марий Рагон, он очень критикует высшие градусы масонские, он считает не масонскими, по праву, потому что он сказал, что это выдумки уже иезуитов, потому что, когда, значит, знаменитый шевалье Рамзе, или... Рыцарь Красного Пара, или рыцарь... А в этом, кстати, есть все в репетие. Кнайд Рэмзи, да, Кнайд Рэмзи, он же сочинил вот эти вот, значит, символическим масонством трех степеней, это, значит, ученик, подмастерье, мастер, он сделал как раз тамплиерскую иерархию, а потом уже пошла писать губерния барон фон Хунт. 33-99, нет, сначала 33-99, это уже позже, а сначала барон фон Хунт там ввел степени, высшие тамплиерские степени, это строгое послушание, немец, вот, принявший католицизм, и, в общем-то, в ранге кардинала был, по сути, возглавляет масонство. А вы там все можете здесь прочитать? И вот здесь вот, да, конечно, значит, здесь вы все прочтете, что такое масонство, и я считаю, вот, так шельмовать эту организацию, ну, я не знаю, насколько это верно и насколько это правильно. Это то, что называется, слышал звон, не знаю, где он. к сожалению, те же, те же советские книги, да, вот опять-таки, вот, того же Лоли Замойского, мной очень уважаемого, вот, потому что он приоткрыл какие-то вещи, которые, ну, но тем не менее, они же, ну, опять же, любая наука, она зиждется на, на каких-то истоках, на каких-то источниках, правильно? Ну, какие источники о существовании масонства в Соломанном Краме, ну, простите меня, или в Египте сразу, да, ну, да, были, вероятно, какие-то корпорации, но они не имели, не имели никакого отношения, и, значит, Рагун же сам говорит, что все вот эти вот римлянами, римлянами, язычниками римлянами, были уничтожены, все друидские коллегии, гальские, были уничтожены, буквально, ведь письменность была древнекельская, римляне все это уничтожили, и все было, и поэтому это возникло только в 17 веке, и не надо там, я не знаю, там, масонами всех считать, начиная от царя Соломона, потом через... Ноя, Адама, первую хижню построила, значит, строитель первый, или Неброда, или даже Бог, ну, Неброда, ну, да, строитель Небродовской башнии, ну, есть такие, да, легенды, есть, конечно, различные там, я не исключаю, там, девиантные секты, девиантные секты, которые связывают себя с масонством, но к масонству нормальному, к регулярному, это не имеет никакого отношения, вообще, ровно как и орден восточных тамплиеров, не имеет никакого отношения к нам, потому что, я читал в комментариях, что нас уже связывают с Кроули, ну, как это обычно, вот, вообще никакого отношения не имеет, близко, Кроули никогда не было, вообще, нигде и никогда, вот, поэтому, надо это иметь все в виду, и все-таки относиться, значит, к определенным... но, к сожалению, вот такой подход в стиле того же Платона, он порождает, что вот эта конспирология просто-напросто на человека любого приедет, человек из региона, на него это высваливается, он читает эти книжки, а на самом деле, по большому счету, в оперативной практике, вот, Андрей Девятов, наш глубоко уважаемый, знает, что это такое, отвлечение внимания на ненужный объект, по большому счету, таким образом, опять, управляется людьми, это людьми управлять можно по-разному, можно, допустим, человек, который слушает Девятого, он не будет управляемым, школа здравосмысла, не, на самом деле, вот, то есть, здесь дается пища для ума, для размышления, а вот, люди уперлись в концепцию общественной безопасности, и концепция общественной безопасности практически превращается в религиозную секту, разве не прав? Так вот, кстати, масонство и возникло, чтобы, оно отрицает свое нормальное, адекватное свое, значит, отношение к религии, на религиозные темы вложи, и на политические нельзя вообще даже, это запрет в регулярном масонстве, то есть, это просто братство, то есть, это просто ассоциация, если хотите, братство взаимопомощи. И в эту эпоху, это было очень важно, потому что, как раз-то, она была жестокими религиозными воинами, которые, протестантами, резня 30-летнего, и все. Агнистия революция тоже, между прочим, существовала под религиозными, лозунами пресвятыряне, фуритане, противоангликанам. Я хочу сказать, я хочу сказать, пользуясь случаем таким хорошим, что сейчас у нас, в общем-то, да, у нас даже многие историки, глубоко уважаемые, они подвержены этой конспирологии, они говорят о существовании черной арестации, ну, кто-то видел эту черную арестацию, кто-то пощупал это, скажите, кто, ага, это Альдебрандини, ага, это Виндзоры, ну, это все, вот мифы. На самом деле, извините, черная аристократия, итальянское выражение, это те, которые служили, как вассалы, не светским государем, а папе римскому и клиру. Аристократия нера, аристократия нера. Да, вот что это значит, и ничего более. И, значит, да, кстати говоря, учитывая, черному духоверству монашесу, соответственно, учитывая отношения, и я хочу здесь подчеркнуть, вот мы коснулись того же графа, Куденхофева, калерги, к нему можно как угодно относиться, ситуацию, и вот в аристократии, сейчас есть в сети, 30 страниц, я буквально прочитал, он написал, назвал, вот просто на наши реалии, человек написал это в 50-е годы, статью вот аристократии, это на наши реалии сейчас полностью ложится, кого он называет плутократами, кого он называет элит, поэтому я рекомендую найти, она сейчас в сети, в свободном доступе есть, аристократии, граф Куденхофевой калерги. Кстати, интересный был человек, он был по отцу австриец, японец был, а по матери японец. Вот у него такой взгляд, вот у него взгляд, интеллектуал, нет, он был интеллектуал потрясающий, я читаю по-русски, но я чувствую, насколько была эта мощная личность. Кстати, идея создателя европейского объединения. Между прочим, да. Европейского союза, именно сперва он создал свое собственное паневропейское общество, но флаг у него был точно такой же, как у ЕС, то есть 12 золотых звезд на лазоревом поле, то и в середине был золотой диск и был красный крест, тамплиерский. Почему? Он говорит, что вот, значит, 12 золотых звезд. Европе не объясняют сейчас, внятно, почему 12 звезд. А у него прямо было, и не объясняют Европе, почему, чем больше членов вступает в европейский сообщество, количество звезд не изменяется. Говорили по аналогии с американский флаг. Это 12 колен Израилев, как одна из основ современной цивилизации европейской. Золотой диск, это эллинская мудрость, и красный крест, тамплиерский, это христианство. Потому что красный крест, это в любом случае, посмотрите, в алтаре на Пасху открывают, Иисус с хоругию белой, с красным крестом, это общехристианский символ, красный крест, понимаете? Арифлан. Кстати, почему в свое время красный крест стал символом красного креста гуманитарного? Потому что Генри Дунанд, или Анри Дунанд, швейцарец, был из потомства тамплиерского рода. Совершенно верно. И поэтому из уважения к своей швейцарской родине взял форму креста, Женевский крест, равноконечный, а красный крест переделал из уважения к орду тамплиера. Хотя и скольное знамя нашего органа было черно-белое, а красный крест на белом это был общий, это не случайно называется знамя Святого Георгия. Да. Недавно в отмечании Георгия. Компания, да. Компания Святого Георгия. И знамя Англии и так далее. Да, совершенно верно. Извините. Да. Я перебил, да, нет, я, да, просто-напросто есть сейчас, в общем-то, почему, допустим? Я что хочу сказать? Вот Рагон, Рагон, его произведения сейчас печатаются большими тиражами во всех странах. Я хочу сказать, вот только на русском не было его. Ну, вот сейчас... Теперь есть лава. Да. На русском, на румынском он издан, на польском издан, на чешском издан языке, на венгерском издан, значит, ну, соответственно, немецкий, английский, да, несколько раз в Америке несколько его изданий. Вот этой книги «Масонская ортодоксия», ну, еще у него вторая книга есть, значит, «Интерпретативный курс древних и новых посвящений». Тоже очень интересная книга, за которую ее, кстати, осудил Великий Восток, потому что... Масонский. Да, потому что они же все в высших градусах, в высших степенях. Он считал, что высшие градусы вообще никакого отношения к масонству не имеют. Да, это в книге написано, они действительно не имеют. Это высшие степени уже, они стали, скажем, такими оккультными, значит, мистическими степенями, которыми человек проходит. Но к масонству, как таковому, к тому настоящему, вот почему он пишет, масонская ортодоксия, это три степени. Правоверие. Правоверие, да. Ну, православие можно, ортодоксия, православие. Три степени, четвертая административная, все, не может быть в нормальном масонстве выше мастера степени. И, кстати, Гёте, кстати, Алан Вольфген Гёте, немецкий гуманист, он, кстати, был и масон, он об этих высших степенях сказал, это красно-белый маскарад. Ну, да. Ну, да, 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 да. А клерикаты все эти. Да, да, клерикаты, да. Хотя клерикат создал наш, между прочим, клерикат создал наш, значит, знаменитый, иконоборческий фамилий, Мелиссина, да. Да, Бётр Мелиссина, генерал артиллерии. Ну, да, вот греки, которые ушли в Италию, потом обратно, был потомственный топлиер, но это из той знаменитой иконоборческой фамилии, между прочим. Они поддерживали иконоборческие. Они родственники были византийских императоров. Византийских императоров, да, это аристократически. Но дело в том, что, опять же, его, оказывается, его ритуалы были на немецком языке, и они сейчас хранятся в Голландии. То есть мы даже это утратили каким-то образом после революции. Но, значит, надо понимать, что, в общем-то, значит, самое главное, то есть, вот, кроме всего прочего, вот этих двух книг, это просветительская функция. Она сейчас самая главная, чтобы люди, допустим, отовсюду, с нашей огромной России, они обращались не к Платонову, опять же, я к нему нормально отношусь, но вот то, что, ту ересь, которую они разводят, в том числе, что Иван Грозный, святой, но это не годится ни в какие, вот, ну, я думаю, наше, в общем-то, духовноество понимает. Можно я сейчас скажу, извиняюсь, в Питере, в Петрограде, да, в Петербурге, в Санкт-Петербурге существовало в правлении Екатерины Великой специальный орден топлерский капитулом петрополитанов, где и Елагин состоял, и Панин, и воспитатель, вот, граф Никита Валимович Панин, воспитатель Павла I, будущего, он поначалу воспитывал его в топлерском духе, и интересно, до того, как Павел увлекся ионитами, госпитальерами, и, когда Павел короновался, после смерти, то первый период был, когда на груди российского орла при Павле был не мальтийский крест, белый, а красный, лапчатый, там, пресский крест, сохранились рисунки. Ну, мы это восстановили. Да, мы восстановили сейчас наше великое привозство. Тот самый крест, который украшает грудь орла двуглавого нашего великого привозства, украшает, повторяю, главный орденский знак, но не главный, потому что Андрей Первозванный тоже, кстати, имеет там пресс, как предсхождение, по отдельной теме. Вот, можно по отдельной теме. Но орден заслуг Павле Отечества. Это красный тамплиерский крест. Друзья мои, с вами можно разговаривать бесконечно. Я вот так заслушаюсь, попадая под влияние ваших чар, вашего вот этого огромного знания. Это наше русское самое важное. С сожалению, наш эфир подходит к концу. Я хотел бы вас поздравить со вступающим Рождеством и Новым годом. Определились, где будете Новый год встречать? Ну, мы из православной семьи, и я. Поэтому мы отмечаем Новый год православный. А в это время мы постимся. Так что для нас еще не наступил Новый год. А что скажет брат Владимир, это, как говорится, мы о религии не спорим. Да, я тоже, мы люди православные, поэтому я просто-напросто будем встречать, конечно, будем встречать, конечно, в работе, потому что очень много. А я просто призываю слушателей, значит, YouTube-канала «Школа здравого смысла», я призываю обратить внимание на эти две книги и по возможности их приобрести, потому что, значит, книги издательства «Алитея» здесь по Москве продаются в нескольких точках, в частности, в магазине «Фаланстер», в центре, почти на Тверской. Ну и, соответственно, ждите новых публикаций. Я надеюсь, в начале февраля у нас выйдет первый том «Путешествия вокруг Кавказа». Естественно, мы приглашаем всех из «Школы здравого смысла», наших друзей и земляков с Кавказа. И поэтому, конечно, мы устроим уже более широкую презентацию, но это опять в рамках нашей уже культурной организации, культурного центра благоверного князя Андрея Первозванного под эгидой великого приората России суверенного военного ордена Иерусалимского храма. Ну что ж, на этой положительной ноте позвольте поблагодарить вас. Вам спасибо. Всего самого доброго, удачи. Спасибо уважаемым зрителям. И вам спасибо. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. С наступающим Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok